Фестиваль получился не только гастрономический, но и очень даже спортивный. На одной из трех площадок Барнаульского пивоваренного завода развернули целую площадку для активного отдыха. Все желающие смогли попрыгать на специальном батуте. Такая своеобразная кардиотренировка называется джампинг. У детей занятие завоевало любовь с первого прыжка. Прыжковая тренировка под ритмичную музыку отчасти напоминает танцы, но требует гораздо больше усилия. Кстати, барнаульцам понравилось. А еще недалеко от фонтана все желающие могли присоединиться к анимационному персонажу – коту, главному символу линейки энергетиков. Во время гастрономического фестиваля Барнаульский пивоваренный завод работал одновременно на трех площадках. Там все желающие могли попробовать продукцию предприятия. Одна из них – дегустационные. И, как отметили горожане, на фестивале она стала одной из самых востребованных. Жарко, вроде еды много всякой разной, а вот попить – как-то проблема. Поэтому, ну, спасибо большое пивоваренным заводам. Натуральные компоненты, чувствуется очень приятный вкус. И думаю, что это будет полезно для нашего здоровья, для нашего организма. Спасибо большое компании, организаторам. Нам очень нравится. Угоститься всем полюбившимися вкусами лимонадов и напитков из-за тоников мог каждый желающий. Особенно барнаульцам понравилась новинка этого лета – лимонад линейки «Гуд Страйпс» – гранатовый взрыв. Вот сейчас пробуем новый гранатовый вкус. Ну, вкусненько. Спасибо большое. Попробовали. Гранатовый – очень вкусный. Кроме того, в этот день для гостей фестиваля Барнаульский пивоваренный завод приготовил небольшие, но очень приятные подарки. Горожане, которые участвовали в конкурсах, получили на память спортивные шарфы, рюкзаки, напульсники, ароматизаторы для авто и другие призы. Мария Костолева, Андрей Печоркин. День с толком.